ВОК Людовик, прекрасный король Франции, принимая своих бесконечных гостей, задумался и попросил свой офис, свой бэк-офис, свой двор создать маленькую шпаргалку, оформить правила поведения в небольшую книжечку, которая стала называться «Этикет». И в книжечке каждая страница была посвящена отдельным темам. Как оформить приглашение, как принять приглашение, как собраться в дорогу в гости, вести себя за столом, с кем разговаривать и с кем нет, о чем разговаривать, о чем нет, с кем танцевать и как танцевать. И да, «Этикет» — это удобный свод правил. Правила полезно знать прежде всего для того, чтобы их нарушать, в конце концов. Если вы нарушили, у вас есть прекрасный повод подшутить над собой. А сегодня, на самом деле, такая достаточно деликатная тема — это то, чего, видите, избегают все, даже моя близкая подруга. Я стала замечать, что люди, слыша о том, что я занимаюсь профессиональным «Этикетом», очень стесняются и ведут себя достаточно сдержанно за столом. Я всегда предупреждаю, что я никогда ни на кого не смотрю и вообще не подсматриваю. И я всячески доказываю, что приборами есть проще всего. А сегодня я обедаю. Я буду пояснять все свои действия и действия тех, кто будет сервировать нам обед. Во-первых, я всегда сажусь на три четверти сиденька. Никогда. Всегда колени на кнопочке. Я об этом стараюсь вспомнить. И сумку я всегда кладу или рядом с собой, или за спиной. Даже если пришла случайно на обед с большой сумкой, почему? С деловой сумкой. Она в надежном месте. На полу никогда. Небезопасно и может мешать официанту, кстати. Или здесь роскошная возможность. Я кладу свою сумку рядом с собой. Она под контролем, она элегантна, она мой аксессуар. И мне удобно подсмотреть телефон или все, что мне нужно. Но никогда ничего не кладу на стол. Я беру с тарелки салфетку. Обеденное время я раскрываю салфетку пополам. Если бы я пришла на более торжественный формат, или я бы пришла на ужин, и я знала, что ужин будет длиться долго, я бы раскрыла салфетку и накрыла свои колени полностью. Но так как это обеденный формат, я раскрываю салфетку наполовину, оставляю швом к столу, и я оставляю свободными углы салфетки для того, чтобы притереть рот или руки. Спасибо. Итак, аперитив. Прежде всего, никогда не произносится фраза «я не пью». Мне предложили аперитив. Да, приятно. Аперитив – это знак внимания, это жест гостеприимства. Поэтому никогда не пью. О, мне нельзя. Я за рулем. Небольшой бокал шампанского, небольшой флюор шампанского всегда уместен. Что ожидается? Ожидается, что вы оцените вино. Прежде всего, как мы оцениваем шампанскому? По скорости движения пузырьков, по количеству ниточек и по кольцу здесь в бокале. Но это тоже отдельная тема. Самое главное еще, помимо того, что это жест гостеприимства, почему вам предлагают бокал шампанского? Это тоже тест. Это тоже такой тизер. Как вы держите этот бокал? Как вы принимаете, как вы держите? Что вы умеете сказать в ответ на привноженный бокал? Есть несколько способов, как держать бокал. Совершенно неправильно держать бокал так, даже если вы хотите показать свои новые кольца. Будет повод, вы это сделаете позже. Держать бокал за дно, вино нагревается, и потом не видно, что вы наслаждаетесь шампанским, хотя форму бокала узнаваем. Да, можно держать за ножку. Можно, мой совет, тогда, если вам удобно держать за ножку, при мизинцем, просто придерживать дно бокала. Вам будет удобно, если вы будете опираться мизинцем на дно. Бокал точно не перевернется. Я держу бокал профессионально, не скрою, я многие годы своей жизни отдала такой прекрасной работе, как шампанское и коньяк. Мой отец переживал. Он думал, что после филфака и моих прекрасных лет с Лихачевым и Гумилевым в Ленинградском университете я могла бы заняться чем-то более приличным. Но я уверяла родителей, что алкоголь для французов и для всех нас – это такая же часть мировой культуры, как все другие виды искусств. Благодарю, спасибо. Я знаю способ, как правильно оценить уровень ресторана, как легко оценить уровень ресторана. Я всегда обращаю внимание на винную карту. По тому редкому выбору вин, по подборке вин, можно судить о качестве ресторана. Хозяин ресторана, ценищий своего повара и позиционирующий свое место, всегда выберет те вины, которые не производятся в супермаркете, и сделает прекрасную редкую подборку вин в этом уровне ресторана. И, конечно, я всегда оцениваю по текстилю фарфор. Новое место мы можем, конечно, оценить фарфор. Знаете, как французы научили меня подсматривать фарфор? Вы берете идеально рыбный нож. Помните доктора, помните дантиста. Вы вот это зеркальце, лезвие ножа подкладываете под дно тарелки, и вы прекрасно видите логотип. Я вижу. Поэтому, да, шампанское прекрасно, прекрасный повод. И я очень хочу, чтобы серия этих наших моментов, этикета, наша тема, она развивалась. И мне будет интересно узнать все вопросы, которые вас интересуют. Вот прямо конкретные вопросы. Я знаю, я постараюсь пояснять. Субтитры создавал DimaTorzok